В Алматы более 1300 компаний не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Это те бизнес-объекты, которые возобновили свою работу в рамках трех этапов выхода города из карантина. Таковы результаты аудита, проведенные городским управлением предпринимательства инвестиций с анапидемиологами и сотрудниками районных акиматов. Всего же с середины прошлого месяца было проверено 2500 объектов. Какие правила в основном нарушают предприниматели и что за это грозит, узнавала Татьяна Ким. В начале этой недели в городе стартовал третий этап выхода из карантина. В свои двери распахнули парикмахерские, цветочные и непродовольственные магазины, а также агентства недвижимости. Привлекают клиентов до блеска натертой таблички с надписью «Открыто». Бизнесмены безумно рады. Наконец-то можно наверстать упущенное время за период ограничительных мер. Правда предприниматели, чья деятельность разрешена в условиях пандемии, должны строго придерживаться всех санитарных норм. За этим следят проверяющие органы. Здесь температуру измеряете, правильно? Да, как каждому входящему, остальные остаются за... Вот, между ними должна быть дистанция. До этого делается 2 метра линии золицы. Ну, дистанция соблюдается всегда, да, визуально обязательно. Да, вам замечание, линию сделайте. Прежде чем приступить к работе, все компании прошли аудит для получения допуска. Несмотря на то, что, казалось бы, испытательный этап уже пройден, предприниматели регулярно проверяют снова и снова. Причем ревизоры могут наведаться неожиданно. Так вот и нашему визиту сегодня не удивились, но владельцы объектов заметно нервничали. У некоторых выявили нарушение. Лавочку пришлось прикрыть. Как, например, вот этой точке по продаже сотовых телефонов и аксессуаров. У продавцов не оказалось тепловизоров, которые входят в список обязательных по правилам СЭС. Прошли проверку, выявлено нарушение по бесконтактным термометрам. Мы решим сейчас эту проблему в течение 10 минут, потому как термометр был неисправен. Те компании, в которых выявили нарушение, сейчас закрываются. Возобновить свою работу они смогут после повторной подачи заявки на проведение аудита. Руководители компании, которые возобновили свою деятельность, обязаны проводить ежедневный осмотр персонала с регистрацией в журнале. Вести предварительную запись клиентов и не допускать очередей. Впускать посетителей на территорию магазина можно только в индивидуальных средствах защиты. Придерживаться режима работы за исключением доставок еды с 9 утра до 6 вечера. Проследить за тем, чтобы все сотрудники были обеспечены масками и перчатками. А в наличии иметь не менее двух тепловизоров на случай выхода из строя одного из них. В последующем при проверке объекта департаментного контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в случае представления неверной информации и несоблюдения требований, прописанных постановлений к объекту, будут приняты административные меры вплоть до закрытия. Всего в городе сейчас действует 19 рабочих групп. 17 апреля аудит прошли больше 2,5 тысяч предприятий. Допуск получили около полутора тысяч. А руководители более 1300 компаний обязали устранить выявленные нарушения. Татьяна Ким, Ганикалов, телеканал Алматы.